Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Албании. Сегодня мы отправляемся за покупками. Будем что-то покупать. Я буду показывать, какие здесь цены. А конкретнее говорить, мы находимся в районе города Дураса, Голем. Так что расскажу, какие цены на аренду машин, просто в магазинах, какие цены. Но вначале, как всегда, нужно хорошо поесть, набраться сил и уже отправляться дальше снимать видео. Вот наш обед. Все вкусненько, все классно, все супер. Правда? На улице сейчас очень жарко. Мы хорошо поели. Повторюсь, у нас система все включена. Прилетели мы в Албанию на 7 ночей. Стоимость на троих 1000 евро. Это лето, разгар сезона. То есть, ну как, ну практически середина лета. Отель вот Aller Luxury Resort. Вот такие дела. Вот. И вот сейчас пройдемся. Я вообще покажу, что по ценам. Но после еды надо отдохнуть. Чтобы появились силы после того, как поел, нужно немножечко поспать. Вот. Наберемся сил и отправимся за покупками. Ну что, мы выспались. Набрали сил. Сейчас будем отправляться. Буду показывать цены. Возможно, вкупим что-то вкусное и интересное. И, как всегда, полезное. Кстати, о покупках. Сейчас, я думаю, уже все заметили, что все магазины переходят в онлайн продажи. Покупать можно все. Лекарства, продукты, вещи, запчасти на автомобиле. Короче, все-все-все приобретать различные услуги. И при этом, как бы мы сравниваем, на каком сайте это что дешевле стоит. И там покупаем. Но, дополнительно к этому, можно еще экономить, используя кэшбэк-сервис. Я про него рассказывал. Есть очень классный кэшбэк-сервис. Называется SmartySale. Смотрите. То есть, вот. Под видео я оставляю ссылку. Показываю на примере, как он работает. Вот. Переходите по ссылке под этим роликом и попадаете на сайт SmartySale. Что нужно сделать? Зарегистрироваться. То есть, просто ввести номер телефона, пароль. И нажимаем «Зарегистрироваться». Кэшбэк работает в огромном количестве стран. Работает более чем с 1200 магазинами. Это очень много. Поэтому, что нужно сделать? Просто выбрать магазин, который вам нравится. Здесь они даже разбиты по категориям. Есть и туризм. То есть, когда бронируете жилье, можно получать кэшбэки. То есть, вот на примере показываю. Вот так вот. Перейдем, например, в магазин. Одежда и обувь. Например, решили купить одежду. Переходим в любой магазин. То есть, вот. Видите? 4% кэшбэка. То есть, нажимаем «В магазин». Перейти в магазин. 3, 2, 1. И вы попадаете на официальный сайт магазина. То есть, это не какой-то посторонний сайт, а официальный сайт. На этом сайте вы совершаете покупку. И все. Ваш кэшбэк будет отображаться уже в вашем личном кабинете на сайте SmartySale. То есть, в данном случае, мы зашли в магазин вот в этот. Экономия идет до 4%. Когда покупаете в свою квартиру телевизор и стиральные машины. То есть, вот. Перешли в раздел «Электроника». И заходим в магазины, которыми вы пользуетесь всегда в повседневной жизни. И смотрим, что больше всего нравится. Где повышенный кэшбэк. И там можно покупать. И будет дополнительная экономия. На примере, если вы покупаете на сумму, например, там 10 тысяч гривен, 10 тысяч рублей. То экономия будет идти примерно 500 гривен, 500 рублей. Можно покупать через сайт. Можно установить приложение. Это все абсолютно бесплатно. Очень удобно. Поэтому я вам советую пользоваться. Ссылка на вот кэшбэк SmartySale будет под видео. Поэтому экономьте на интернет-покупках. Выводить можно на карточку. Либо на мобильный телефон. От 4 центов, 5 гривен, 5 рублей. Это очень низкая сумма. То есть, что-то купили в интернете и потом уже выводите. Поэтому пользуйтесь и экономьте в интернете. Так, мы вышли на пляж. Сейчас идем на пляж. Расскажу, какие цены на пляже. Смотрите. Очень, кстати, удобно считать. Потому что 1 доллар получается 100 лек. И вот что пишет на русском языке. Жареная запеченная картошка. Это... Сейчас, что-то тут неправильно. Так, закуска с морепродуктами 900 лек. Это 9 долларов. Брускетта 2 доллара. Зеленый салат 2 доллара. Вот, это понятно. Греческий салат 3 доллара. Цезарь 5 долларов. Это я зашел. Вот первая попавшаяся кафешка. Это она от какого-то отеля, да, еще получается? Я так понял. То есть, например, что-то такое мясное. Сейчас морепродукты смотрим. Вот паста. Томаты 350. Это 3,5 доллара. По 4,5 доллара. По 6 долларов есть паста. Супы, например. Рыбный суп 3 доллара. Есть по 2,5 доллара. И, например, из рыбы. Жареная рыба. Окунь 8,5 долларов пишет. Кефаль 9 долларов. Порция. Но тут по граммам ничего не написано. Вот на 4 языках. Видите? А, на 3 языках пишет. И жареные каракатицы. Сырой. Что-то непонятно тоже. Короче, дикая рыба. Пишет вообще 55 долларов. Килограмм. Какое-то странное меню сейчас еще в другом месте. Мы сейчас позаходим в разные кафешки. Но цены, я вам скажу, в принципе, невысокие. Да, мы ходим, смотрим здесь. То есть, в районе как? Там блюда стоят 2-5 долларов. Вот так вот. То есть, я думаю, человеку там на 10 баксов можно... Вот это где-то... Это ресторан, как сказать. Это не фастфуд. Это вот как ресторан. А есть еще такие фастфуды. То есть, где там поскоромнее, там цены вообще ниже будут. Мы пришли на пляж. Сейчас волны. Смотрите, на пляже что продают? Кукурузу 100 лек. Это 1 доллар. Кукуруза тут на тачках возят. Мы покупали, и это тоже показывали. Потом всякие пончики. Тоже там, начиная от 100 лек. То есть, 1 доллар. Такая вот... Как это? Алюминиевая тарелочка будет полная пончиками. Шоколадным кремом и посыпочкой. Потом фрукты. То есть, ежевика, ягоды. Стаканчик тоже 100 лек. Все по 1 доллару. То есть, цены на пляж вот носят в основном все по доллару. Ну, единственное, тут носят еще инжир килограммами. Он стоит в районе 5 долларов за килограмм. Огромный такой инжир. Мы купили пакет. Может, там даже больше килограмма было. Вот. Это цены, смотрите. Я еще вот пройдусь по ресторанам, по кафешкам, по магазинам. Это чисто, вот видите, здесь скопление отелей. Это такая прям супер туристическая зона. Это цены для туристов, я говорю. Мы еще выйдем в город. Там, где, ну, как бы нормальные супермаркеты для местных. И там я покажу, какие цены для местных есть. А это все именно для туристов. И это, как вам скажу, это еще завышенные цены на все. Сегодня на море поднялись волны. И вот по поводу мороженого, например, мороженое по пляжу возят. На 1 доллар можно купить 6 шариков мороженого. То есть, ну, это реально, я считаю, очень дешево. То есть, я взял 2 рожка, и в каждом было по 3 шарика. Это обошлось мне 1 доллар. Чтобы вы понимали, где мы находимся, это вот город Дурес. Вон его видно вдалеке. А это как? Идет вот эта отельная часть этого города. Скажем так, пригород, район, это, по-моему, называется Голем. Ну, как бы относится все к этому, к Дуресу. По поводу, в какой валюте расплачиваться, я не менял в обменнике ни евро, ни доллары. Я взял евро с собой. Но сказали, здесь и берут и евро, и доллары. Я просто вот в магазине дал ему 50 евро, а он мне дал сдачу в их национальной валюте, в Леках. И дал по нормальному курсу. Вот, поэтому тут без проблем. То есть заходите в магазин, что-то купили, дали евро, и он вам разменял. Вот так вот. Мы с Дианой идем плавать. И, кстати, по поводу доллара. Вот сказали, можно рассчитываться тоже в доллар. В доллары принимают и считают по местному, ну, как бы, дадут тоже сдачу в местной валюте по нормальному курсу. По поводу карточек нам сказали, что с карточками тут проблема. Они тут любят наличку. Вот, то есть деньги чувствовать в руках. Поэтому я карточкой даже не пытался нигде рассчитываться и не спрашивал. Но сейчас походим тоже, поспрашиваю по поводу карточек. Здесь просто иногда даже если вы видите, что есть терминал, лучше заранее всегда спрашивать, можно ли рассчитаться карточкой. Потому что терминал, как я уже сказали, может не работать. Да, сегодня такие волны хорошие на море. Так, вот смотрите, есть, получается, ну, вот рестораны вдоль моря стоят. Я вот покажу цены. Например, вот тоже очень удобно, все заканчивается на нули. Вот, напечем, запеченные морепродукты 6 долларов. Видите, показывает. Потом запеченные креветки 7 долларов. Запеченные креветки, а то были в белом соусе, это с трюфелем 8 долларов. 800 лек. Семга с грибами и кунжутом 8 долларов. Что здесь? Салат из морепродуктов 6,5 долларов. Запеченный картофель 3 долларов. Вот, такие цены в ресторане. Сейчас спагетти с креветками 10 долларов. Ну, короче, вот видите, тут 650, 600, вот, то есть 1 доллар 100 лек. Сейчас вот рыба, например. Так, а, ну тут уже по килограммам идет. Сейчас, так, тут уже непонятно. Вот салаты, например, салат с руколой, с сыром, граной, помидорами, черри 4 доллара. Салат цезарь 4 доллара. Салат микс с карпаччо из осьминога 5,5 долларов. Салат какой-то там альер, это их фирменный, 5 долларов. Греческий 3,5 доллара. Если супы, суп с креветками 4 доллара. Куриный крем-суп 3 доллара. Вот овощной суп 2,5 доллара. Купили Даше ежевику, смотрите, такой стаканчик. Но они вот предлагают за 200, но он мне тогда первый раз сам сбросил, говорит, за 100, за доллар отдал. Тут опять 200 сказал. Я говорю, давайте за 100, он говорит, окей. Отдал за доллар. Это уже другой был. Вкусная. Большая ежевика. Сюда приходят собачки купить водичку. Мороженое, смотрите, сейчас Дашу берем. Доллар, доллар 20, доллар 80, короче, до 2 долларов все стоит. Давай, какое, фисташковое, да, возьмем? Мы ей такое возьмем. Вот самое огромное стоит вот 2 доллара. И вот такое возьмем. Давай, мне надо заплатить за него еще. Пойдем. Вот такое фисташковое мороженое, оно это такое классное, с шоколадом, сверху посыпанное фисташками. Видите, 120 этих лек. И в других валютах вот она стоимость. Мы вернулись в наш отель. У нас тут по вечерам происходит купание с Дашей. Потому что солнце уже садится. Оно, видите, сейчас за кедрами. Тут нет такой же... Дерево называется кедр. Видишь, вот эти большие деревья с иголками, это кедры. Вот, и тут прям сейчас купаться одно удовольствие. Елка. А? Ну, или большая елка, да. И бывает, что маленькие елочки. Ну, вот большая елка, это кедр. Видишь? У нас начался ужин по системе. Ну, как это, шведский стол. Я съел суп. Тут офигеннейший суп с этим. С курицей. Суп-пюре. Вот, также фига беру себе рыбу. И пасту. Очень классно. В ресторане практически нет людей. Тишина и спокойствие. Очередить из-за еды вообще никогда не бывает. То есть, все спокойно берем всегда. Видите, там целый стол накрыт. Ходишь, выбираешь. Ну, я уже отдельно показывал ужин. Так, смотрите, по поводу аренды. Вот здесь велики вроде в аренду дают. Вот такой мопед дают в аренду. Сейчас узнаю, а почему стоит. Ну, вот это все дело. И спрошу, по чем здесь машина. И расскажу еще, по чем здесь мобильная связь. Короче, сегодня прям вообще про цены. Вот много чего-нибудь полезного. Короче, мне сказали, это не аренды. Это просто стоит велосипед и мопед. Вот. Вот там вот аренда машин. Пойдем туда сходим. Они просто так подряд стоят. Ну, да. Вот смотрите, тоже всякие кафешки здесь. Вот салат Сезарь. 500. Это 5 долларов. Вот цены, видите, очень хорошо написаны. 500, 200, 300, 250. То есть все понятно и нормально. Вот. Ризотто. 4 чего-то там 5 долларов стоит. Ну, в принципе, я думаю, и так все понятно. 1 доллар 100 лек. Поэтому округлять, ну, переводить доллар очень просто. Заведений здесь очень много. Ну, еще как бы солнце садится, еще людей мало. Потому что еще все сидят по отелям основном. Вечером тут прямо улица оживает. Очень много людей. Особенно на набережной. Вот тут через вот это здание уже море будет. Так, смотрите, донор здесь стоит 150. Это, короче, полтора доллара вот это донор кебаб стоит. Донор кебаб, когда нахожусь отпустится. Точнее, не донор кебаб. Ты знаешь, что такое донор, что такое кебаб? Я просто всегда говорил донор кебаб. Короче, донор это то, что крутится, а кебаб это то, что запекается на гриле. Для меня это все шаурма. Да, короче, одним словом, это все шаурма. Вот так. Будем говорить шаурма. Возле нашего отеля, это, короче, как мне сказали, есть вот официальная точка. Вот прямо рядом-рядом идти буквально в минуту, наверное, от отеля. Есть Vodafone и есть их национальная сеть One. Ну, как национальная, тоже местная, я так понял. Может, она и по Европе идет. Какие цены? Я вот сфотографировал. Смотрите, получается 10 гигабайт, 200 этих лет. Короче, 16 евро, 20 гигов, 24 евро. 30 гигов, 30 евро, 40 гигов, 34 евро. И безлимит 50 евро стоит. Эту бумажку я сфоткал вот в этом офисе. Вот такие дела. То есть, с интернетом так вот. Ну, возможно, в других офисах будет, может, и подешевле. Это вот здесь единственное, что я нашел с интернетом. Также есть аренда машин, но тут, короче, цены не пишут. Пишут, можно арендовать все, что угодно. Ну, то есть, тут и Audi есть, и A3. Вот так, я, короче, подсниму. Мне сказали, тут правил нет. Ну, это мне подписчики писали. Я не знаю, как. Правил в стране нет. Говорят, у кого круче машина, тот и прав. Поэтому надо арендовать самую-самую крутую машину, значит. Если попадете в аварию, значит, вы будете правы. Короче, вот аренда машин. Цены стартуют 35 евро. Это если на день. Если больше, трех дней, 30 евро. И пошло-пошло-поехало. И вот 55 евро. Это если на один день. А если больше трех дней, 50 евро. Думаю, цены видно. Понятно, что почем. Ну, машин огромное количество. Вот самая дешевая, то есть 30 евро. Это Ford Fusion, Volkswagen Golf 5. Все на дизеле. Renault Clio, Toyota Augo какая-то. Это по 30 евро. А еще вот есть Toyota Yaris. Ну, в принципе, за 30 евро. Вот много чего здесь. Самая дешевая Citroën C3. Вот. Больше трех дней за 25 евро можно взять. Так, мы зашли в магазин. Короче, мне надо поменять евро. И обменников здесь нет. Просто заходите в любой магазин. И спрашивайте курс. Но обычно по 120 вот этих лек 1 евро. Это, ну, короче, нормальный курс. И можно поменять будет. Сейчас поменяем на местную валюту. О, кстати, вино почем. 3000. 15 долларов. 10 долларов. 6,5 долларов. Национальный вот это. Как это? Национальный напиток раки. Стоит 3.50. Бутылка. Это 3 доллара 50 центов. Сейчас переведу. Скажу, сколько стоит в других валютах. Итак, бутылка. Ну, 300. А не 500 миллилитров. Вот этого раки. Стоит 350 для этих лек. И смотрите в других валютах. Сколько это? Ну, да. Три. Почти же 3,5 доллара. Здесь еще есть национальный коньяк какой-то. Но его выговорить можно, когда ты выпил всю эту бутылку. А так вот. Скендер-бей-ю. Брэнди. Ну, это брэнди. Да. Ну, я так понял, что брэнди и коньяк. А, вот он коньяк. Тоже. Скендер-бей-дей. Короче, вот просто я так не скажу. Коньяк стоит 6,5 долларов. Ну, в принципе, как вам сказать. Вообще цены так плюс-минус адекватные. Вино самое дешевое. Вижу, 5 долларов за бутылку. Вещи по качеству, я вам скажу, так не очень. Даша просит вот игрушки взять. Я смотрю, ну, как-то вообще они. Какая-то, как-то не очень так разрисованы классно. Ну, цены я вот показываю. Это, в принципе, все туристическое здесь. Все для туристов сделано. Поэтому вот в городе, там, думаю, совсем другие цены будут. Ну, и то, в принципе, мне кажется, как для туристов тоже. Цены не особо высокие здесь. То есть, вот по ценам на аренду машины, смотрите, получается, 30 евро самая низкая цена была за Citroёn C3. Сейчас еще посмотрю, где есть аренда. Вот, ну, примерно такие цены и говорили. Так, на улице здесь продают всякие арбузы, дыньки, оливки, маслины, оливковое масло. Короче, столько разных овощей. Тут целые вот ряды стоят, продают все, что угодно. Вишни, апельсины, кошельки, ремни. И вот пошло-поехало. Так, вот это какой-то популярный ресторан. Он тут огромный. Вот цены на пиццу, смотрите. А, подожди. О, это отель. Так, пицца 404 доллара. Это Маргарита 5 долларов, 5 долларов, 5,50 долларов. То есть, ну, окуплять очень просто все. Потом, ну, это в основном вся пицца. Причем цены пишут, смотрите, пишут и на местом, на английском и на русском. На трех языках всегда пишут. Вот, видите, все понятно. И просто мне, когда я сюда ехал, говорили, тут вообще никто по-русски не говорит. Хотя вот меню, все вот именно видно во многих местах на трех языках. Местный, английский и русский. Вот, то есть, округляете. Один доллар сто лет. Салаты по 3 доллара, по 2 доллара. Вот, супы тоже 3,50, 2,50 доллара. В нашем отеле, когда ехал, отзывов писали вообще никто по-русски не говорит. В итоге, девочка барменша, я уже говорил, говорит на чисто русском языке родной язык. Так, на ресепшене девушка сидит, говорит на русском языке тоже, как бы ее родной язык. Поэтому здесь, ну, мне показалось, вообще не проблема. И вот даже уличные торговцы, они там пару слов знают. Поэтому, не зная английского, тут вообще, как бы, все нормально. Так, тут вот такие базары с обувью, с арбузами. Короче, смотрите, чего тут только нет. Это, короче, какой-то секонд-хенд. Тут вот можно купить шляпу Капитана Америка. Так, может себе такую кепку купить, так, где она была? Цены на эти, смотрите, овощи. 1 доллар получается 80 лек, ой, 81 доллар 100 лек. Вот, 80 лек, это 80 центов. Лук 60 центов, перец 80 центов. 80 лек. Кабачки какие-то зеленые по доллару за килограмм. Яблоки 1 доллар 50. Абрикосы 1 доллар 60. Ну, я просто уже не буду все подряд приводить. Получается, персики 1 доллар 30. Какие-то другие персики по 80 центов. Есть какая-то сетевая пиццерия. И здесь цены, смотрите на пиццу. Нормал. А, типа нормальная и семейная. Маленькая и большая. Вот так вот. Маргарита. А там картины там есть. Да? Есть. Маргарита 250, это 2,50. Маленькая и большая 4,5 доллара. И вот, пушки, пошли цены. Поехали. Пишет. Катер стинет. Сальса, моцарелла, прошутто, виси, салам вики, керпюдре, тон. Вот. Состав этой пиццы самый дорогой. Сейчас на море закат. Здесь прям очень классные закаты, потому что море, ой, море, говорю, солнце садится прямо в море. И здесь очень классно. Здесь есть какой-то кафешки. Посидеть, выпить кофеек. Есть даже отель, смотрите, тут такой лифт, который ведет на крышу. Очень красиво прям. Вот эти кедры мне нравятся, высокие. И закат прям вообще супер. Я понял, что кедры мне прям, я их очень люблю. Наверное, хотел бы жить среди таких кедров. Здесь, по-моему, вот это место, единственный причал. И там стоит ресторан на нем. Здесь вообще прям классно, очень красиво. Видно вот вдалеке город, вот это Дурес. Прям очень круто. А-а-а! сейчас даже прокатим на каруселях стоит здесь покататься вот все аттракционы и получается 100 лек это 1 доллар все стоит ну цены принципе нормальные на аттракционы вот эти купюры кстати они пластмассовые их очень сложно порвать они короче практически не рвутся вот эти 200 лет новые так вот цены на набережной смотрите короче все одинаково вот маргарита я по ней ориентируюсь маленькая 300 большая 500 то есть 3 доллара и 5 долларов и вот остальные цены примерно тоже одинаковые а если вот смотрите этот мясо-балваше доллар 50 тоже по 2 доллара и два с половиной доллара так сейчас мы зайдем вот на вот этот причал я покажу какие там примерно цены и вообще что там есть виды ну реально единственное место наверно в этом районе где классные виды есть в общем заведение имеет смотрите там есть внутри барные стойки то есть можно внутри посидеть там есть такие качельки а есть такой длинный причал здесь можно полежать вечером выпить какие-то коктейли наверное здесь и днем работают можно днем позагорать по ценам смотрите коктейли примерно по 6 долларов вот 600 этих лек а безалкогольные там пишет 300-500 лек вот такие цены здесь вот так вот 300 500 это 3 доллара 5-5 долларов но принципе место такое красивое как бы здесь чистенько все хорошо и здесь особенно классно наблюдать за закатами прям вообще классно уже солнце село вот я дошел до конца причала а там вот все основное вот барная стойка там выглядит очень круто мне понравилось так что сейчас попробуем какой-то коктейльчик ну что внутри там играет клубная музыка вот ради зрителей попробовал коктейль маргарита и реально коктейль очень крутой я ну я не ожидал он идет на основе текилы и прям ну очень классно готовят стоит 6 бакс вот так вот но место очень красивая внутри громко где барная стойка и уходите туда подальше на причал там же ну более так потише вот так молодцы коктейль очень классно диана попробовала безалкогольный коктейль назывался lady night да не просто сок сок соком мы уже перешли на вторую линию получается тоже видно кафешки так забиты но не так сильно как на первой линии люди здесь есть сейчас зайдем магазин покажу цены так ну что меня просили показать на магнитики на пиво ну сейчас посмотрим что здесь есть вот этот местный коньяк ашкандербей вы видите после такого уже начал выговаривать это название ашкандербей или ашкандербейч 5 долларов ну короче 6 долларов стоит бутылка сколько здесь у нас 07 объем вот но этот магазин реальный полу подешевле окажется раки пишет 303 доллара бутылка здесь у нас объем тоже 700 миллилитров раки вообще дешевле всего это надо брать на сувениры а здесь тоже 3 доллара 50 центов и всякие сувенирные есть бутылки варенье оливковое масло здесь тоже на каждом шагу продается оливковое масло 1 литр около 10 долларов получается здесь очень много сахан хендов видите прямо дешевле они вот такие здесь открытые у нас закрытые помещение а тут все на свежем воздухе как последнее что хотел показать смотрите пиво 05 примерно 1 доллара стоит но есть чуть дороже и чуть дешевле зависит ну и так понял магазин дешево но вот за доллар 05 без проблем можно купить вот здесь местные пиво тирана видите тоже что эти лег уже забываю валюту вот какой-то тоже какое-то место то есть по доллару 05 ну что показал цены тебе как все понравилось все супер и бутерброд даже купили супер модный бутерброд покажи бутерброд который тебе купили она просто так мечтала об этом бутерброде вот это какой-то бутерброд из конфет вкусный давай вот по ценам смотрите принципе мне показалось если зайти в какую-то кафешку то на 10 долларов на двоих можно принципе на ест а там что-то выбрать даже например вот это мясо в лаваше стоит полтора доллара то есть уже вот 33 доллара на двоих уже как-то можно перекусить вот это повторюсь это такая часть где очень много туристов цена мне кажется тут наверное идут выше чем наверно в обычных супермаркетах если поехать в город поэтому мы обязательно съездим сравним что как на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео желаю всем счастья здоровья всего самого хорошего путешествий детей квартиру машину подписывайтесь на канал и ставьте лайки подпишитесь на канал и ставьте лайки!